На площади у дома культуры поселка совхоза имени Ленина активно собираются люди. Сюда приходят те, кто чтит память о тех, кому довелось пережить то страшное время, которое унесло миллионы жизней советских граждан, сломало судьбы сотен тысяч семей. Сегодня в поселении уже не осталось участников Великой Отечественной, но живы дети войны, узники концлагерей, вдовы ветеранов и труженики тыла. Для них и организовали эту вахту памяти. Русская нация сильна тем, что мы чтим свою память. И как можно дольше мы будем охранять эту память, сохранять эту память, тем дольше мы будем иметь поколение, которое будет помнить свое родство. А чем больше мы будем гордиться подвигами наших дедовых прадедов, тем больше мы будем стремиться сохранять тот мир, который существует над нами. Ветераны уходят и рассказывать молодому поколению о том времени скоро смогут только дети войны, которым тоже пришлось бороться за свою жизнь. Они знают, какой ценой далась победа. Сегодня эти люди со слезами на глазах смотрят на ребят, участвующих в вахте памяти. Они гордятся молодежью. Сразу слезы льются. Я в 41-м родилась, отца не помню. В 43-м он погиб. Дядька погиб. Причем дядька погиб? Ну, радуюсь, пусть им счастья, здоровья. Несмотря на то, что акцию «Бессмертный полк» в этом году в совхозе имени Ленина официально не объявляли, на площади собрались сотни детей с портретами своих прадедов и прапрадедов. С гордостью, стройными рядами они несли фотографии своих героев. Надо же все-таки вспомнить о старых близких, которые защитили нас от фашистов, которые дали нам свободную жизнь в этой стране. Продолжая тематику участвования детей войны, местные творческие коллективы выступили перед гостями со стихами о Великой Отечественной войне и патриотическими песнями. Прадедушка, прадедушка, он всюду шел в войну, от Волгии до самого Берлинка. Прадедушка, прадедушка, он старше сейчас гранул, он старше сейчас жену свою и сына. В завершении мероприятия колонна бессмертного полка проследовала к памятнику павшим героям, где все участники вахты памяти возложили цветы. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.